Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Петр Соколов, трейдер-финансовый консультант компании Амаркетс. Сегодня мы с вами рассмотрим очередную серию вебинаров по торговым стратегиям, которые можно успешно применять в своей деятельности и получать интересные результаты. Скажите, пожалуйста, как меня слышно и видно? Дайте обратную связь. Хороший ли звук? Как вам качество видео? Отлично. Думаю, что все слышат и видят меня хорошо. Очень часто мне задают вопрос, и очень часто я сталкиваюсь с таким подходом интересным. У меня нет времени, но я хочу торговать много зарабатывать, причем стабильно. И под эту, так скажем, категорию начинающих трейдеров иногда я нахожу интересные стратегии, иногда рассказываю стратегии, которыми пользовался я, либо пользуюсь я сам, либо рассказываю стратегии, которыми пользуются мои коллеги и друзья. Сегодня хотелось бы вам рассказать про стратегию на четырехчасовых таймфреймах. Не помню точное название, но вы сейчас поймете, в чем заключается смысл. Она очень простая, основанная на одном индикаторе и сетке Фибоначчи. Да, вы прекрасно знаете, что я люблю волновой анализ, часто про него рассказываю, часто использую его в различных других торговых стратегиях, всегда о нем помню. Ну и, конечно же, рекомендую вам тоже пользоваться сеткой Фибоначчи для повышения качества своих сделок, для извлечения крибы. Ну а как это все делать, мы с вами проверим, так скажем, на своих личных реальных брокерских счетах. Ну и, соответственно, убедившись в том, что это все работает, надо продолжать развиваться, двигаться в этом направлении и, конечно же, получать доход. Сейчас я включу демонстрацию крана и уже перейдем к отбору стратегии. Основным нашим индикатором это будет индикатор АО, АОСАН, астралятор. И некоторые уровни на нем, да? То есть данную стратегию можно рассматривать, в первую очередь, на разных, абсолютно на разных валютных парах. Но я ее буду рассматривать на основных, как их называют по-разному, мажорные пары валютные, по соотношению с долларом, да? Евро-доллар, фунт-доллар. Больше я люблю фунт-доллар и на нем я буду показывать. Значит, мы открываем индикатор АОСАН и астралятор и добавляем здесь уровни. Два уровня. Это можете записать, можете повторять за мной. Торопиться мы будем. Все очень жестко и понятно будет. То есть первый уровень это 0,005, плюс 0,005 и минус 0,005. Данный уровень используется на мажорных парах. Уровень 0 добавлять не будем, он есть по умолчанию в данном индикаторе. Сейчас посмотрим, что он получит. Вот, заживаю. Сейчас мы можем улучшим изображение. Смысл ее очень простой. То есть в первую очередь, когда мы пользуемся индикатором АО, основным показателем у нас является пересечение нулевой точки. Вот мы здесь видим, пересечение нулевой точки. То есть в принципе, с другой точки зрения, можно сказать, что вливая точка индикатора АО показывает смену локального пренда. Вот. Этим мы будем пользоваться. Стратегия заключается в следующем. То есть мы берем определенно-болитную пару. Сейчас. Это очень сглаживает график. Рассмотрим, скажем так, ситуацию здесь на графике. То, что у нас было недавно, на две недели назад. То есть смотрим, индикатор АО, он пересекает нулевую точку. Дальше нам нужно дождаться противоположного сигнала. Это два объема другого цвета. То есть если у нас идет пересечение нулевой точки наверх, то мы ждем в первую очередь пересечения нашего уровня. Здесь в данном случае плюс 0,005. И потом идет откат. То есть в простом смысле я бы здесь взял за первую волну, потом ждал бы откат и ждал бы вход. Но данная стратегия, она весьма очень простая. Значит смысл его такой. Индикатор АО пересекает нулевую точку. Далее пересекает уровень 0,005. Ждем мы обязательно две линии противоположного сигнала. И уже выставляем потом впоследствии сетку Фибоначчи. Сетку Фибоначчи каким образом мы устроим? Мы берем промежуток, сейчас я вам покажу, под пересечением нулевой точки до появления обратного сигнала. В данном промежутке мы находим минимум и максимум. То есть видим, что в этой точке у нас уже произошло пересечение. Далее произошло откат. При этом диапазоне мы строим сетку Фибоначчи. Вот, пожалуйста, здесь он 2 максимум. На этой сече я же вам был минимум. И ставим наш... В данной ситуации мы ставим отложник на пробой на покупку вайсток. Со стоп-лоссом за нулевой точкой сетки Фибоначчи. Цель наша уровень 161. Вот, обратите внимание, две недели назад тот сигнал по данной стратегии. Данная стратегия, она консервативная. То есть предполагает собой один-два сигнала в неделю на одной валютной паре. В основном соотношение стоп-лосса к тейп-лоте, то есть здесь, оно не такое корректное, к которому мы привыкли и к которому нас учают. Но статистика, она показала, что данная система обрабатывает себя положительно даже в течение уже более двух лет, как я это могил. То есть прежде чем вам рассказать какую-то стратегию, я ее сам проверяю, чтобы она была оптимальная, чтобы даже если кто-то послушал, будучи пользоваться данной стратегией, он должен все-таки принять. Не просто так же вам рассказывать, что он несет вам в этот балл доход. Вот, то есть в данной точке мы видим, что индикатор валок, пересек новую точку, пересек наш уровень вспомогательный, вот, пошел откат. Видели, и это показало на индикаторе, да, цена. Далее мы выставляем сервис по начальству. И на пробой выставляем весь ордер. Стоп лосс у нас за нулевой точкой, тейк профит у нас на уровне 161. В принципе, логика и механика всего того же волнового анализа, да, что мы, к примеру, бы здесь взяли это движение за первую волну. Сейчас, поближе. Немножко здесь смазывается, да, потому что на первой волновой анализ он бы нам показал вот такое движение на первую волну. А мы сейчас подробно все-таки рассмотрим, чтобы потом вопрос о новой волне. И напомним. Вот, волновой анализ у нас говорил, потому что мы находим первую волну, самая основная наша цель это найти третью волну, да, с начала третью волну. Если мы торгуем на H4, то мы в точку входа ищем на M2, M5. Да, здесь мы нашли первую волну, пожалуйста. Вот. И, соответственно, после отката здесь мы видим... Сейчас, скажем вам. Вот, у нас первая волна. Вот точка входа у нас получается по сигналу от уровня 61, уровень 50 четко, как я раньше рассказывал. И, пожалуйста, цель наша дошла до уровня 161. Но здесь не нужно вам заморачиваться волновым анализом, здесь стратегия по-другому немножко говорить. Я просто вам говорил о том, что я периодически делаю анализ по волновому. Пересматриваю его. То есть, я еще раз повторюсь, да, индикатор наших пересек на любую точку. Вот, здесь отметили. Вот, он не пересек. Далее он пересек на индикаторе АО наш дополнительный уровень 5 тысячных. Причем, обязательно мы доставляем отложник на пробитие после противоположных двух сигналов. То есть, идет отказ. И далее мы смотрим, что график цены пошел наверх. Да? Стоп-лосс у нас здесь, ниже. То есть, стоп-лосса здесь. Вот так и было уже правильно у нас. Продолжение. То есть, мы сетку строим от минимума до максимума в этом промежутке в пересечении нулевой точки до отказа. И, пожалуйста, видим, что наш ордер был закрыт. Черт. На уровне 161 с прибылью 80 пунктов. По данной стратегии торговать можно на любых валютных парах. Кроме торговать каждый день, кроме пятницы. Запомните, да? Давайте еще рассмотрим ситуацию. Обычно здесь, то есть, относительно этой стратегии хочу сказать еще следующее, что здесь можно отрабатывать данную схему на каждом сигнале к индикатору АО. Смотрите, да? То есть, здесь мы видим тоже пошел откат. Здесь мы выстрелили отложник на покупку. Вот. И, соответственно, взяли бы какую-то прибыль, да? Но в данной ситуации у нас стоп-лосс был бы очень большой. Смотрите, да? То есть, здесь 0.2 у нас. Вот в меню. Конечно, по-молновому анализу здесь вы легко голову войти со стопом 90 пунктов. Целью вот первая Цель 2000, двести пункт, вторая 27. Но, если вы будете заходить только по первому сигналу индикатору АО, то ваш стоп-лосс будет намного лучше. Здесь уже все на ваше усмотрение. Вы можете доливаться, объемы увеличивать. Все. Главное соблюдайте и торгуйте по мани-менеджменту. Да? Давайте еще потом историю посмотрим. Сейчас посмотрим. Вопросы появились, нет? Вопросы появились. Окей. Посмотрим сейчас. Давайте евро-доллар включу. На него посмотрим. Да? Фондово. Если есть вопросы, задавайте. В принципе, основную механику стратегии я вам уже рассказал. Можно торговать на всех валютных парах на графике H4. Вот, пожалуй, наш кем-то готов. Добавляем сюда индикатор на вот сам инфлятор, в котором они уже стоят. Окей. Ну, смотрим. Наш чипрень. Вот, пожалуйста. На прошлой неделе здесь, в принципе, и так было понятно, что все ждали пробоя, да, этой поддержки. Но разные стратегии, они дают разные точки входа. в совокупности трейдерам используют несколько торговых стратегий в своей голове. Да? То есть, здесь бы я увидел в первую очередь вот первую волну. Тель блага достигнет полунира 131. Я вам сейчас покажу. Вот, видите, четко. от уровня 23.6. Потом пошел откат. То есть, вот, пожалуйста, я пересмотрел первую волну. Вот, видите, четко от уровня 23.6. Можно было здесь целый лимит поставить, очень хороший, отложенный. Тель вот достигнута уровень 161. Но, вернемся к нашей стратегии. Вернемся к стратегии, и что она у нас говорит? Давайте посмотрим сначала вот можно так сказать даже конец июля. За месяц посмотрим. Давайте посчитаем дружно с вами, да, сколько по данной стратегии мы бы смогли заработать за месяц на одной валютной паре. И вот возьмем этот момент. Сначала августа. Вот, наверное, с этого точки. Сейчас он идет четвертая неделя. Раз, два, три. Три недели. Первый день на два сигнал. Да, то есть, видим, пересечения нулевой точки. Сразу здесь, если я помечаю. Что удобно в этой стратегии, что вам не нужно уделять много времени. Вы всегда, даже через телефон, через мобильное устройство, всегда в курсе, что и как вам нужно делать. Да? Вот, видим этот диапазон, который у нас образовался. Строим здесь от максимума до минимума сетки фибоначчи. И вот здесь на пробитие вершины ставим отложник на покупку. Вот, пожалуйста. здесь у нас стоял бай-стоп со стопом 70 пунктов и стейком 30 пунктов. Я вам говорил, что данная стратегия, она немножко странная, скажем так, да, по соотношению стопов с тейк-крофит, но в основном здесь стопов всегда больше, чем тейк-крофит. Но можно брать ваш, ставить стоп, например, с определенными уровнями кассеты фибоначчи. Но в лучшем случае это за уровнем 50. Да, видим, как здесь пробило, открыл наш ордер. Здесь финансов опускалось до уровня 38,2. То есть был откат 40 пунктов, сколько потом она прошла в нашу сторону. По стратегии конечно же нужно закрывать на уровне 161. Но всегда можно подождать. Знаем одно из основных правил крейдинга отдавать прибыль и расти. Ну и бывают такие варианты, что он сможет собрать здесь намного больше. То есть здесь в данной ситуации по данной валютной паре мы бы взяли прибыль пусть будет 40 пунктов. То есть смотрим дальше. Почему вот видите здесь был еще один сигнал в принципе можно было еще один отложник поставить работать еще больше. Но это вы потренируетесь дома на истории 4-часовых графиков в принципе там много сигналов не будет. Сами для себя проработайте удобно для вас варианты. В данной ситуации мы рассматриваем пока первый сигнал. сами понимаете если опытный трейдер даже трейдер который недавно начал торговать он понимает что прибыли надо давать расти и всегда можно найти хорошие точки входа чтобы добавиться и заработать с этого движения больше. Потому что этим нужно пользоваться и трейдеры которые торгуют на одном на двух полюбных инструментах они всегда добавляют то есть они заходят в начале тренда потом после отката еще раз сначала третьей волны еще раз и еще раз максимум выжимают с каждого движения вот данную ситуацию мы видим на прошлой неделе у нас подобный случай вот движение но оно не дошло до уровня нашего вспомогательного пять тысяч обычно такие сигналы пропускают нужно пропускать его по данной стратегии но видим здесь бы он хорошо отработался хорошо это было очень хорошо видно и так в принципе что у нас идет я вам до этого уже показал почему но давайте посмотрим представим что это уровня нет мы здесь вошли в одну сделку за две недели хочется нам еще одну сделку да то есть углевая точка была здесь откроем степку фибоначо вот тень свечи вот посмотрите какая ситуация то есть мы здесь поставили отложник если помните эту пятницу вот она пошла сначала вниз на выступлении джангбер потом наверх вот смотрите какой момент она ее пересекла потом пошла наверх подбивать сначала внизу выдала стопы кто-то упал потом она выдала стопы те кто-то продавала очень короткие и потом пошла вниз поэтому если вы ставите всегда отложники то помните надо добавлять еще пару пунктов в данной ситуации вообще была пятница и не стоит торговать как я говорил уже по данной статье в пятницу но ввиду того что мало сигналов я бы честно сказать вам я бы вошел здесь бы я вошел у меня с попозь будет 70 пунктов ну и цель 30 видим что один двум конечно такое рискованное соотношение но поверьте мне есть есть знаю трейдеров которые зарабатывают по этой торговой стратегии они торгуют на более чем 20 валютных парах каждые 4 часа просматривают состояние да и просто ведут все дневники каждые 4 часа у них стоит будильник телефон либо на часах и они посматривают графики спокойно себе торгуют через телефон через планшет и при этом получают хорошую уверенность я думаю всем здесь все понятно было да если есть вопросы задавайте пожалуйста еще раз повторюсь схема очень простая да то есть индикатор пересекает на любую точку потом мы ждем отката в виде двухполосочек вот этих противоположных окрашиваем строим сетку фибоначчи и заходим на пробитие до уровня 100% все просто легко и понятно есть вопросы задавайте рады вам неужели вопросов нет всеми так все понятно да но если вопросов нет друзья хочу сказать что хочу вам на готовом на текущей ситуации все намного сложнее проще робота можно чего не пропустить Виктор а что я здесь сегодня сложного рассказал давайте я вам такой вопрос задавлю у нас здесь всего три шага это пересечение нулевой точки дожидаемся отката встроим сетку и ставим отложник вы если очень заняты то действительно лучше роботам поручить но раз в 4 часа если у вас есть такое хобби как трейдинг и которое благодаря которому вы зарабатываете а таких людей очень много поверьте вы просто наверное даже не знаете что вы периодически пересекаетесь с ними никто вам конечно не расскажешь как он торгует и зарабатывает ладно Виктор если вопросы будут давайте рады пообщаться ничего сложного здесь нет главное морально быть готовым к комфортным рискам которые вы закладываете в сделки и дожидаться тейк-профита раньше времени делать не закрывать вот и все фибоначчи еще раз расскажите Андрей что именно по фибоначчи рассказать как строить или что Артем сетку от тренда в обратную сторону сетку от тренда в обратную сторону еще раз рассказываем мы в первую очередь дожидаемся пересечения нулевой точки сейчас я уберу не буду строить здесь вертикальных линий потому что они вас сбивают в стол давайте возьмем другой кусочек нашего вот здесь допустим да очень непростая ситуация когда график на месте стоит вот пересекла цена нулевой точки да дожидаемся отката то есть у нас минимум будет здесь минимум в этом диапазоне здесь а максимум у нас здесь да то есть с момента как пересек график цены нулевую точку и до отката до того как появились две то есть на третьем получается на третий показатель данного индикатора именно противоположный дженду закрылся у нас здесь открылся то есть получается третья третья свеча четверточасовая и вот в этом промежутке от нулевого пересечения нуля вот смотрите вот он здесь конечно график не такой немного ну ладно пойдем я взял почему-то именно этот момент давайте на нем рассмотрим да то есть минимум и максимум находим в этом промежутке на нем строим сетку в сторону движения тренда дальше здесь ставим отложник на покупку на пробитие поиск стоп лосс ставим за любую точку так вот мы ставим на уровень 161 вот понятно еще раз давайте проходим в районе пересечения нулевой точки у нас где мы видим где оно вот здесь на этой свече можно даже взять две свечи ладно смотря какие настройки индикатора но мы используем вот здесь стандартные в общем вот здесь минимум вот ждем потом отката как здесь показывает обязательно чтобы было сформировано две два значения противоположного объема да то есть цвет меня в любом случае вот максимум это минимум это максимум и теперь строим сетку под максимум до минимума вот пожалуйста мне даже интересно смотрите здесь отброс обложник на покупку конечно стоплос вообще очень большой цель у нас 3 профит следующий когда я вообще рассказывал про волновой анализ я в первую очередь цель 131 161 у нас уже цель второго уровня да но мне даже стало интересно где-то начало сигнал он заканчивается когда наливает точкой и считается пересечено по сути по сути самой стратегии здесь бы закрылась сделка в ноль но я сомневаюсь что мы бы сдали ее целый месяц да чтобы ее здесь спокойно в ноль бы и закрыли я думаю здесь либо здесь не очень яркий пример посмотрим в чем чтобы было точно всем понятно так здесь нету ну вот с любого момента просто берите все допустим здесь пошло если допустим такая ситуация что у вас пробитие потом идет откат но откат пошел уже в минусовую зону то просто данный ордер отменяется и все то есть вот у нас пошло движение цены вот здесь у нас пересечение нуля здесь откат пошел вот мы ставим здесь на пробитие отложный стоплоск вот здесь ну и пожалуйста цель тут была достигнута я думаю здесь и так все понятно какие-то еще вопросы есть а все понятно я пробовал сетку фибоначчи по учению гилки работает без проблем но сидеть целый день у компа и ждать подходящего момента тяжеловато Виктор а гилка это я так понимаю Владислав Гилка который проживает в Одессе который является инфобизнесменом да то есть он диски продает с роликами вот вы возьмите четыре моих вебинара которые я проводил запишите на диск вы с успехом лучше их продаете чем Владислав Гилка поверьте мне я не один раз видел эти диски ничего хорошего у них там нет не нашел ни в роботах ничего то что я вам рассказываю здесь оно все было отработано на практике на реальных счетах сидеть целый день я не знаю как вам сидеть не сидеть это уже ваше личное дело что он делает за компьютером да ну четырехчасовые торговые стратегии на четырехчасовом таймфрейме они сами под собой предполагают что вам не нужно сидеть за компьютером надо только всего лишь раз четыре часа смотреть на монитор записи вы можете посмотреть на канале нашем ютуб амаркет там все записи есть ну что друзья какие-либо вопросы есть у вас еще если вопросов нет я вам всем желаю успехов в торговле на этой неделе очень будет интересная неделя особенно в пятницу да но банк торгуйте зарабатывайте будут вопросы пожалуйста обращайтесь не забывайте что у вас даже если есть ваша торговая стратегия какая-то которую вы отработали вы можете воспользоваться сервисом нашей компании которую мы предоставляем сервисом наших партнеров это авточартист который автоматически анализирует ситуацию на рынке находит графические модели и присылает вам сигналы на почту я тоже пользуюсь данным сервисом он мне очень помогает пожалуйста добрый путь отличной вам недели успехов до связи до встречи через неделю в следующем понедельнике на следующем понедельнике я вам расскажу очень интересную стратегию всего хорошего спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!